Продолжаем программу. Подвел итоги международный форум Узбекистан-2035. Проведенный во второй раз, он был посвящен обсуждению ключевых экономических и политических направлений проекта «Стратегии долгосрочного развития нашей страны до 2035 года». Каким его видят представители органов власти и члены экспертного совета международной Негосударственной Некоммерческой Организации Буюк Келаджак в репортаже из Академии Государственного Управления при президенте Узбекистана. Оживленные дискуссии экспертов, обмен опытом и перспективными идеями продолжил второй день форума. Восемь рабочих групп, площадки, где по каждой сфере озвучивались прогнозы, этапы и конкретные пути реализации реформ. В центре внимания и развития государственного управления были обозначены стратегические опции судебной системы. Один из аспектов – это повышение качества системы подготовки и отбора судей, внедрение в систему IT-решений. Параллельно уже в другой рабочей группе в объективе – финансовая система. Концепция реформирования налоговой политики, амнистия капитала, прогнозная модель расчета объема инвестиций, источники финансирования, динамичный сценарий до 2035 года. Об этом и многом другом предложения звучали из разных стран. Мои коллеги из США, из Канады были подключены тоже онлайн, и очень интересная дискуссия была, вопросы были хорошие. Относительно большую часть в объеме промышленности, а это более 20% занимает строительный сектор. О нем, а также о транспорте, инфраструктуре и туризме говорили в соседнем зале. Также оживленная дискуссия состоялась и в рабочей группе, посвященной здравоохранению и социальной защите. В ходе сессии прошла видеоконференция с нашими соотечественниками, работающими за рубежом. Они поделились накопленным опытом и дали рекомендации по улучшению работы в данном направлении. Вопросы развития сельского хозяйства также являются актуальными. В ходе сессии, посвященной данной тематике, эксперты выдвинули ряд инициатив, способствующих развитию данной сферы. Работа во всех секциях рабочих была очень оживленной, очень бурной дискуссией. Были и местные специалисты, много вопросов было у них и у нас тоже. Вы хорошо знаете, что наша концепция, которую мы сегодня представили здесь, недоработана. Это такая версия для обсуждения. И поэтому мы были очень рады, что пришли специалисты и высказали свои мнения. Еще одна сессия была посвящена вопросам экологии, науки, технологии и инноваций. В ходе дискуссии специалисты изложили свое видение решения экологических проблем, создания инновационных проектов, а также развития информационно-коммуникационной и образовательной сфер. Вчера и сегодня мы уже как бы вместе с нашими специалистами среди Узбекистана обговаривали все эти моменты, как сделать наше высшее образование более доступным и более, скажем, конкурентоспособным в глобальном рынке. Я думаю, что все эти дискуссии, которые мы ввели вчера и сегодня, это на благо нашего государства. И надеемся, что через 15 лет у нас есть планы быть в 50 лучших стран мира. И есть наша мечта, чтобы наше образование было даже в лучшей тридцатке в мире. А для этого есть все условия. Думаю, надо просто работать над этим. На сессии по промышленности, в частности автомобилестроения, велись очень интересные диспуты. Это направление одно из ключевых в развитии экономики. Прозвучало. Пришло время производить транспортные средства, которые будут ездить на экологически чистом топливе. По мнению экспертов, целесообразно все эти задачи решать, перенимая передовой опыт зарубежных стран. Кроме того, были представлены проекты по развитию энергетики и металлургии. Задержателями были выступления докладчиков и на сессии «Человеческий капитал и культура». Обсуждены вопросы по реновации музеев, реконструкции уникальных архитектурных памятников, принятию нормативно-правовых актов, дающих право инвесторам вкладывать средства в музеи. Я бы выделил несколько моментов, которые мне понравились в выступлениях лектора. Узбекистан – это кладезь мировой истории и мировой культуры. Выступающий сегодня директор Московского музея Рерихов Тигран Макартычев сказал абсолютно точно, что можно в любой части мира устраивать выставку археологических артефактов Узбекистана, произведений декоративно-прикладного творчества или произведений живописи XX века. И в Нью-Йорке, Париже, Лондоне или Москве эти артефакты пойдут на ура. Следующим этапом в работе над концепцией стратегии станет организация слушаний среди широких слоев населения, экспертно-аналитических кругов, представителей государственных и общественных организаций. По итогам международного форума были обобщены предложения по доработке и дополнению материалов стратегии развития страны до 2035 года.